Привет, друг! С тобой Эван. Как ты мог уже догадаться по превью и по названию ролика, сегодня вместе с тобой мы посмотрим новое обновление 1.7.5. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что именно на этом сервере у меня свой личный промокод Эван. Вводи его при регистрации большими буквами и получай 50 тысяч рублей на свой баланс. Иди сдавай направо и работай на свою мечту. Ну что, пацаны, буквально вечером, какое сегодня число, 21 октября, разработчики смотрели, решили выпустить мини-обновление и предупредить нас, что к Новому году готовятся очень крупные обновления. Поэтому сегодня вышло обновление 1.7.5. Знаешь, по классике, сначала пройдемся по ченжлогу, а потом уже поедем все смотреть. Тайм-коды есть у вас на ролике и в описании, перематывайте туда, где будет интересно. Погнали! Знаешь, по классике, всегда начинаем с ченжлога. Что добавили? Первое, это добавили Ford Mustang RTR, сразу с тачек зайдем. Вернее, с тачки. Они просто добавили ее в премиум кейс. Пофиксили кучу багов с дропом, со спавном животных и т.д. и т.п. Добавили бронежилеты и т.д. и т.п. Но это неинтересно. Самое интересное начинается то, что в HPC, то есть в тюнинге, добавили новые возможности по выбору подвески. Вернее, не по выбору, а по функциям подвески. Знаешь, теперь можно изменять ширину колес, можно изменять высоту подвески, можно изменять вынос передних и задних колес, можно изменять развал передних и задних колес. И теперь система сейджа и подвески убрана. Что буквально в прошлом давлении настраивали вручную этот развал, теперь будешь покупать. Наконец-то просто пол сервера готовы сливать бабки, либо же поднимать, кому как повезет. Они наконец-то добавили казино, нормальное казино, не автоматы, не колесо, а именно казино. И пофиксили, кстати, колесо фортуны. Но это мы проверим, потому что за последних 3 дня мне выпало 3 шмотки. Мне каждый день падает, сука, шмотка. Пофиксили слот машину и добавили настольную рулетку. То есть красные, черные, парные, непарные, первый квадрат, второй, третий, ну как мы все любим и знаем. Разные столы, разное количество фишек, это тоже поедем посмотрим. И самое интересное, это новые транспортные средства, ведь добавили самую дорогую тачку на данном сервере. Это Bugatti Bolid, это капец, мы посмотрим потом. Я уже посмотрел, это капец. Ford Mustang Shelby GT500 вернули, плюс тюнинг. Mustang Carter, так понимаю, это кинблока, типа что-то для дрифта, как М2 и Е36. i8, электромобиль, плюс тюнинг, это лайк. e-tron GT RS, ауди, электромобиль, ну хз, погани и мола, нормально. Lotus Evagia и Vigia, я не знаю, как она читается. И девятку. В принципе, такое мини-обновление, поэтому поехали куда? В казино, да, сливать бабки, погнали. А хотя нет, давайте, так как мы находимся недалеко от HPC, давайте возьмем какой-то из моих автомобилей и заедем, посмотрим, что же по высоте подвески, как работает ширина колес, клиренс, развал новый, да и т.п. Потому что вот уже много людей подъехало тюнить. А, они еще не добавили в отдельную категорию, это ладно. Ширина колесных дисков, окей. О, ползунок, ебать. Ага, то есть я могу сделать пипец какие широкие, а узкие капец какие, не могу сделать. Ага. Я не могу сделать отдельно передние, отдельно задние. Угу. Высота подвески. Угу, понял. Высота задних колес, вынос задних колес. Понял. Передних. Вот так. Понял. Развал задних. Как это выглядит? Ну, кстати, да. И передних. Все, в принципе, больше ничего нет. 34 тысячи стоит, но это, я так понимаю, на каждой тачке разная стоимость будет. Ну, как оно забагалось, уже прикольно. А еще, пацаны, мне кажется, нужно лететь в казино, потому что люди там жестко бабки поднимают. Там либо не настроили систему. Еще мопедом переехал, спасибо. Либо не настроили систему, либо... Твою мать, да что это такое? Либо не настроили систему, либо шансы не пофиксили, либо еще какой-то... Либо под нагрузкой там выигрывают все. Но, как вы видите, там в чате вообще очень жестко пацаны выигрывают. Типа ставят 15, поднимают 30. Ну, очень много. Денег поднимают. Приехали сливать деньги, но у нас, в принципе, 182 тысячи есть. Это что, у нас 18 тысяч фишек, да? Даже меньше. Давай, посмотрим. Купить за 180 тысяч, погнали. Эксперимент, эксперимент, куда бежать? Ох, ебать, там людей на карте. Бабки кончились. Очень много. Ебать, тут еще звуки. Ебать. Здесь же не все могут, кстати, играть. Тут по 4 человека максимум. Это тупо, мне кажется. Мне кажется, я сегодня не поиграю. Именно сейчас. А здесь что-то работает. Эта херня не работает. Покер, очко, в смысле. Ну да. Да, это, конечно, прикольно, что сульчик, садись и вся хуйня. Но лучше, мне кажется, как в сампе по старинке. Просто к столу подошел и играешь себе. Потому что такая очередь будет каждый день. И это не только в обнове. Потому что кастину любят много. Здесь 10 тысяч. Пацан 100 тысяч поставил, пацан 150. И большинство денег поднимут, я отвечаю. Здесь 10 тысяч фишек, ебать. А здесь что? А здесь 100 фишек, хуйня. Тысяча фишек. Во, вот здесь мне надо. Так что-то происходит. Сервер лег. Капец. Походу, удача. Сейчас надо быстро перезайти. Я надеюсь, жопу не заспавнит. А у вас типа не вылетало или вылетало тоже? Я всех вылетал. Здесь, Вол, быстро зашли, я в шоке. Школу пора. Какое казино, блядь. Выгрыбай нахуйком. О, ебать. Я сел. Чё балло? Красный. Давай на чёрный. 500 фишек. Погнали. Блядь, надо сделать вот так. Позже нет. Давай первый раз со звуком проверим. Какой звук здесь. Может выиграешь? Какая-то херня. А, я всрал. А чё выпало? 7. Понял. Давай, давай, давай вот так. Ещё раз. Это как? Давай второй. Да ёпта. А. Ладно. Я хотел поставить на второй, на третий. Давай чёрный. Перед этим я стоял и сейчас смотрел, как пять раз или шесть раз под раз чёрный выпало. Пять. Я не знаю, сколько я поставил. Сумма ваших ставок 500 фишек. Ебать. Давай. А, всё, херня. И в чате. Заебись. Ну, тогда давайте без звука. У вас уже есть такая ставка. Ага. Понял. Блядь, ну вот этот, что сидит внутри, это капец. Можно. Три ставки, типа, можно ставить максимум. Ну, это бред. Это не казино, это говно. Эван поднял. Ну, тыщу-тищу нормально поднял, кстати, уже. Жалко, в чате не дублируется, что выпало, что падало. Блядь, семь, понял. Блядь, десять секунд очень мало, отвечаю. Секунд пятнадцать было бы. На базу тысяча фишек. Сейчас добьём, блядь. Не, давай вот так. Ты гонишь? Оно пока раздублится, пока нажмёшь. Полторы тысячи фишек, возможно, выиграешь. Три 500, погнали. И крутится, вертится. Нихуя не угадал. Да? Минус 500, тоговых 500. А, чего? Можно старый, добрый, ставки не вписываешь в цифру. 18. Блядь, 19 поставил. Я раздубился, я бы сейчас раньше, я бы уже поднял что-то больше. Богдан, ставай, ёбутый в рот. 9 тысяч поставил. Сейчас ебуй все. Это будет играть, конечно. Блядь. И не парные, и не то. Они. Чего? 3000. 5000 на чёрное. Погнали. И сюда. Они хватают. И сюда. Давай. Чёрное, 1936. Сливаю всё и выхожу. Сливаю сюда. Я сейчас буду нажимать на е. А не, поднял немножечко. 9 тысяч. Чёрное. Я чувствую чёрное. Сколько красный уже падает здесь? Мне ещё нравится керри, а ты сиди, я не хер. А, чёрное выпало. Возвращаем. 20 выпало. Сейчас, по идее, первый, либо второй квадрат. Либо третий. Первый, либо третий. Епать, я по 4 500 поставил. О, первый квадрат, нормально. 4 500 на базу, Ляус. О, третий квадрат. Здесь бабки можно поднимать. Ну, давайте отступим. Садитесь, пацаны. Короче, уступим немножечко. Ну, подняли мы с вами денег. В принципе, поднимать, ну, как обычно, в казино. Короче, всё зависит от вашего везения. Ладно, пацаны, если вы хотите ролик, мы будем играть. Только будем ставить на числа. Вот это будет интереснее. Только то, что максимально можно ставить 3 ставки, это очень тупо. Прям очень. Потому что я люблю ставить на числа там, ну, минимум 5 чисел сразу же. Короче, смотрим новые тачки. Начнём с автосалона Бомбай. Сюда добавили БМВ Ай8, полностью электрическую. Всего лишь она стоит 9 900. Выглядит охеренно. Я думал, они лямов 15 её засунут. Но нет, 9 900 в принципе топ. Топ, 330 едет, а ещё на электричестве. Мне кажется, это имба. Типа для курьерки. Вообще имба. Не платит за топливо. Едешь 330. Выглядит не как Ешка или F90 обычная, а как такой хороший суперкар ещё с этими дверями. Ну, я бы взял лично. И многие говорят, что хендлинг вроде там норм. Короче, топ тачка. Я только вышел, а чё с колёсами? Блин, ты пиздец. Если не ещё... А не, вот, всё норм. Понял. Так, в японских нас ничего нет, поэтому отправляемся в автосалон Автоваз и автосалон мультибренда. Вот почему здесь такой очереди нет, как... Блядь, ещё сюда не влезаю. Для кого они этот фото встроили, не знаю. Почему здесь нет такой очереди, как в казино? Мне никто не скажет, нет? Автосалон российских автомобилей. Значит, 8 240, а 9 400. Угу. Понимаю. Что я хотел сказать? Из девятки можно сделать четырку в тюнинге, потому что у неё обвесы доступны. Можно сделать бандитку, можно ещё что-то сделать. 200 кмча едет, а восьмёрка? 190. Осуждаю, восьмёрка легче, блядь. Она должна быстрее ехать, как бы, при том же двигателе. Да. Либо хотя бы так же. Мультибрендовый автосалон. И давайте нам сразу уже новый мустанг. 10 900 он стоит. Ага. Всё-таки такой мустанг будет на сервере. В тюнинге. Сразу. Уже продаётся. Я надеюсь, вот это можно будет всё снять. Вот это карбоновое. Капот. Вот это вот это. Овес. Расширение. Вот это нахер сразу же. Потому что, ну, смотрится. Шалби. Ну, вся херня. Я бы хотел, конечно, стандартный мустанг, чтобы ты, если есть бабки, и желание, мог переделать в Кобру. Так-то не очень. Сколько он едет? 330. Угу. Автосалон на воде. Погнали. Сколько стоит новый e-tron и как он выглядит вообще? e-tron GT RS. Угу. Выглядит как будто Taycan какой-то. Жопа вообще стрёмная. Ну, конечно, на вкус и цвет любителя нет. Морда RS7. Жопа стрёмная. По формам Taycan напоминает. 330 едет. А батарейка большая. Больше, чем в i8. Но мне, если честно, больше и 8 нравится. Тем более e-tron стоит 12200. Если взять вообще ауди, не особо популярную на сервере. Интересно, кто на этой ауди будет ехать. Спасибо, что врезали макгели. Если это ауди, только не будет тембой по разгону. Тогда да, на ней будут кататься. А если она будет говно разгон, либо говно управления, вряд ли на ней кто-то будет ездить. Чисто купили ради уникальности. И, пацаны, теперь самый главный, самый интересный автосалон. Вот, i8 уже стоит. Капец, я теперь хочу i8. Очень срочно. Это автосалон элитных автомобилей. Ведь здесь пополнений куча. И сейчас мы вместе с вами посмотрим, что же сюда добавили. Сразу нас встречает Pagani Emola. Emola. Ой, вот это понт. Вот, если честно, даже не жалко 200 лям ради вот этого понта. Смотрится охеренно. Конечно, обычную зонду бы добавили или цинк. Как она там. Вот, потому что Emola это версия, либо вес, если честно. Либо тюнинг. Я, если честно, не разбираюсь. Вот, если бы обычную зонду добавили, это же зонда по факту. То было бы, мне кажется, лучше. А то вот это все карбоновое, вот эти полоски, обводки. Не нравится она мне. Пишите, как вам. Lotus Evagia. А, это какая-то новая херня, я так понимаю. А, понял. Это самый, вроде, быстрый серийный этот электрокар. 50 лямов, 360 едет. Ну, в принципе, как McLaren. Стоит только дешевле немножечко. Но кто знает, что по разгону и что по управляемости. Где эта херня? Вон. Мишлен. Просто смотрите. Не, ну это мем. Как один чел писал, что это за мыши ушки. Кстати, реально на мыши ушки похоже. Ну нет, ну это капец. Вот зачем. Слик. Просто смотрите слик и смотрите, какие диски. Это для охлаждения сделано. Ну, блять, ну кому это нравится, я не знаю. Это никому не нравится. Это просто сделано для того, чтобы понтоваться. А понт дороже денег, как бы все знают. Чтобы донатили и понтовали, что у тебя Bugatti болит. Сколько здесь Bugatti уже на этом сервере? Болит, Дива, Чирон, Атлантик, Вейрон. Пять штук. Ну, в принципе, по тачкам это все. Ну что, пацаны. Вот такое чудо свышел. Вот такое вот обновление. Обязательно пишите в комментарии, как вам оно. Подняли ли вы деньги в казино или шлили? Как вам новые тачки? Как вам новая самая дорогая тачка на этом сервере? Bugatti болит, будет очень интересно. Почитали, успели ли вы что-то прикупить? Обязательно пишите. Нажмите на накос. Помогите продвинуть этот ролик в топ. Ну, пожалуйста. На канал не забывай подписаться. Здесь выходит очень много интересного, полезного, веселого контента. В скором будущем готовится очень много интересных, веселых роликов, которые тебе понравятся 100%. Именно поэтому подпишись, чтобы не пропустить. И обязательно нажми колокольчик, чтобы посмотреть все эти ролики первым. Ну, а чтобы был Иван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока. Пока.